Итак, бегануты, вы просили, мы сделаем. Nike Pegasus 39. Распакуем? Мне недавно сказали, что Nike это про маркетинг. И вот коробка с Pegasus 39 отличный тому пример. Если берем дорогие модели Fly 5, Trail 4, экоупаковка, все перерабатывается красиво. Здесь же крашеный карабас. Наверное, потому что аудитория у Pegasus 39 не столь требовательна. Ну и как вы можете видеть, я взял черную чернь. Это потому что вы часто мне говорите на универсальной модели, на мое, они не отмываются, не бери такие яркие цвета. Я взял специально черные кроссовки. Посмотрим, как они будут в практичности. А вообще, конечно, у Nike просто огромнейшее количество вариаций для этой кроссовки. По-моему, 15 и даже больше цветов стандартных. 6 кастомных. Есть конструктор, где вы можете сесть и склепать полностью свою кроссовку со своими цветами. Вот посмотрите, что сделал я. В 38-х Pegasus не довелось бегать, однако какие-то технические характеристики, которые здесь изменились, либо же остались, вам расскажу. А осталось всего лишь дробь 10 миллиметров и общая философия тапки. Ежедневный тренер. Все остальное поменяли. И начали они сверху. Раньше была какая-то такая плюшевая сетка, а сейчас она более тонкая и даже такая немножко восковая, что ли. Добавили шнуровку Flywire. Раньше были достаточно толстые, плюшевые и несуразные петли. Форма заднего стакана стала больше похожа на ухо эльфа, между прочим, от Хока. А также Nike заявляют, что они улучшили фиксацию стопы. Подтверждаю, посадка в эту тапку пипец какая плотная. Межподошву, дизайн и вроде бы даже всю геометрию точно изменили. Подметка также претерпела значительные изменения по отношению к прошлой версии. И к чему все эти изменения в целом привели? Они снизили вес на 20 грамм. Это значительное изменение. Итого, передо мной потенциальный тренировочный лидер в сегменте. Я пойду выгуливать эту черную чернь. Скоро выдам полный обзор. Следите.